приветствую друзья с вами валерон сегодня у нас отвратительная погода на улице поэтому пришло время наверно показать вам наш способ мойки пластинок поможет мне в этом отец ну а мыть мы сегодня будем вот такой вот альбом группы prodigy он на трех пластинках все три пластинки откровенно грязные покупал я кстати винил в англии и англичанин продавец в очередной раз доказал что в общем то они ну привирают мягко говоря по состоянию винила что же давайте чтобы не быть многословными я вам для начала его покажу визуально так сам конверт продавец обещал что пластинка будет состоянии нерминт точнее я даже сказал он обещал что она будет игра на всего один раз давайте посмотрим что по английским меркам означает игры на один раз надеюсь видно слой пыли слой грязи и обратите внимание на лайбак видно тут и отпечатки пальцев и следы от шпинделя то есть даже невооруженным глазом понятно что насаживали пластинку на шпиндель совсем не один раз ну и опять же визуально пластинка скорее вырывут плюс нежели игра на один раз это у нас вторая пластинка надеюсь хоть немного грязи но видно на камере ну и третья пластинка но только я сказал что погода плохая так солнце выглянул надеюсь суть понятна сэмплики я сейчас запишу и далее запишу сэмплик уже после промывки для сравнения то есть чтобы вы могли не только визуально сравнить что дает процесс мойки но и на слух что собственно нам понадобится для бритья извинясь для мытья помазок для бритья гель для душа в нашем случае тот акс эффект и в конце уже вытираем синтетической замши и так для начала мочим помазок немного геля совсем наносим если немного смачиваем и на данность намочить пластинку еще мочить можно дышим из-под крана жирные пальцы видно наносим гель помазком давить не боимся дорожки никуда не денутся такими круговыми движениями особенно с краю там где больше всего грязи скапливается от пальцев ну и с обеих сторон конечно ну далее смываем водой под хорошим напором немного давим воде стечь и идем вытирать синтетической замши наш для начала лейбак можно протерять аккуратно сильно давить не надо просто можно промокнуть с обеих сторон чтобы у него было меньше времени на откисание ну а далее уже саму пластинку сильно давить не надо вода и так хорошо впитывается далее видно что пластинка еще влажная чтобы ускорить процесс высыхания можно сделать вот так вот ну собственно вот так вот она теперь выглядит мытая что-то и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После мытья их стало меньше, но какие-то там остались. Ну и, наконец, давайте послушаем оба этих сэмплика. Продолжение следует... Что ж, мойка пластинки, конечно же, привела к уменьшению количества щелчков, однако какая-то часть их осталась, судя по всему, пластинку изрядно поездили, поэтому дальнейшее мытье пластинки я считаю бессмысленным. Если оно и поможет, то процентов на 5-10 максимум. Собственно, моя цель как раз и была показать вам разницу между сэмпликом до мытья и после, к чему это привело. Как мы видим, разница все-таки есть. Итак, друзья, теперь немножко теории. Почему я использовал именно этот арсенал для мытья пластинок? Начнем, пожалуй, с помазка. Почему именно помазок для бритья? Во-первых, он из натурального ворса. Им удобнее всего наносить гель на пластинку. Ну и, соответственно, мыть тоже. То есть, на мой взгляд, это намного удобнее, чем, скажем, какие-нибудь салфетки использовать, которые тоже могут оставлять форс какой-то. Далее, что касаемо геля для душа. Почему именно гель для душа? Почему именно Axe Effect? Гель для душа на фоне какого-нибудь, скажем, жидкого мыла намного проще смывается. То есть, жидкое мыло откровенно тяжелее смыть, надо больше воды. Ну и мне кажется, что жидкое мыло может что-то там оставлять. Axe Effect же, напротив, он очень хорошо смывается. И, на мой взгляд, ничего, никаких следов за собой не оставляет на пластинке. Ну и перепробовав достаточно большое количество геля для душа, я остановился именно на Axe Effect. Ну, во-первых, не сочтите за рекламу, но, во-первых, он достаточно приятно пахнет. И, на мой взгляд, очень хорошо смывает грязь с пластинки. Далее, что касается воды. Воду я использовал самую обыкновенную из-под крана. На самом деле, не стоит бояться того, что вода из-под крана что-то там оставит на пластинке. На моей практике перемыл я не одну тысячу пластинок. На самом деле, сколько я слушал эти пластинки после мытья, хуже не было ни разу. Тем не менее, если вы боитесь использовать воду из-под крана, можете в конце смыть пластинку дистиллированной водой. В принципе, хуже тоже не будет. Однако, дистиллянт все-таки тоже стоит денег, учитывайте этот момент. И, в конце концов, мы использовали синтетическую замшу для того, чтобы вытирать пластинки. Синтетическая замша используется очень хорошо для вытирания машин. То есть, после того, как машину помыли, ее вытирают синтетической замшей. Она очень хорошо впитывает воду. Такой момент могу сказать. Ни в коем случае после того, как вы помыли пластинку или там несколько пластинок, синтетическую замшу полностью выжимать не надо. Она, конечно, впитывает влагу, она становится мокрой. Полностью ее выжимать не надо. Она испортится. И ни в коем случае не вешайте ее на батарею. Если она высохнет, она станет грубой. И, в общем-то, толка от нее уже после этого будет мало. То есть, хранить ее надо в таком едва-едва влажном состоянии в коробочке. Кому-то этот способ может показаться варварским. Но, повторюсь, я перемыл не одну тысячу пластинок, замечаний не было. Даже иголки с заточкой очень капризной, очень тонкой. Вот, в частности, у меня был Denon DP304, кажется. Она, конечно, очень была чувствительна чуть ли не к каждой пылинке. Читаются пластинки изумительно. То есть, не было такого, чтобы после мытья этим способом пластинка стала звучать хуже. Как я уже говорил в одном из своих роликов, который посвящен уходу, мойке и хранению пластинок, можно, конечно, купить себе мойку. Специальное устройство, которое достаточно занимает много места, которое достаточно неслабо шумит. Специализированные, так сказать, устройства для мытья пластинок. Но, во-первых, посмотрите, сколько они стоят. От 20 и выше тысяч рублей. И занимает реально много места. То есть, подумайте, если у вас есть такая возможность, вы можете, конечно, купить, поставить, мыть пластинки специализированными устройствами, машинками для мытья. Но могу сказать, что на моей практике я заказывал достаточно много пластинок из Японии. В Японии очень распространена машинка для мытья пластинок под названием Okinoki. Мне японцы много высылали пластинок, которые были помыты этой машинкой. В частности, Pink Floyd древнючие, там, первые прессы 70-х годов. Пластинки реально после мытья этой машинкой выглядят изумительно. То есть, реально минт, блестят. Всё, классно. То есть, пластинка как новая. Ставишь её проигрывать, и, в общем-то, слышно, конечно, что пластинка достаточно БУ. И даже такие пластинки я мыл вот этим своим способом, и становилось намного-намного лучше. Поэтому выскажу своё мнение, Okinoki для меня отнюдь не авторитет. Друзья, ещё такой момент. После того, как вы помыли пластинку, ни в коем случае не суйте её в конверт. Поскольку пластинка, может быть, уже и высохла даже визуально, если вы стёрли всю воду, да. Но лейбак сохнет дольше, потому что он из бумаги. Так вот, если лейбак не до конца высох, и вы засунете пластинку в конверт, то у вас получится вот такая вот история. Конверт от воды поведёт. Видите? Именно из центра, то есть с зоны, где как раз находится лейбак пластинки, идёт такое коробление на конверте. Поэтому дождитесь, когда пластинка высохнет полностью, и уже тогда положите её в антистатический японский конвертик, к примеру, и уже в конверт внешний. Также тем, кто не видел видео на тему хранения, мойки и ухода за пластинками, рекомендую его обязательно посмотреть. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Да, кстати, ещё такой момент. Если же на пластинке не просто пыль или грязь, а именно жирные пятна, да, такое иногда тоже случается, данный способ не очень хорошо подходит. Вместо геля для душа используйте ферри. Данный способ, возможно, вам покажется ещё более варварским, однако ферри отлично справляется с жиром напротив геля для душа. Гель для душа жир вам не смоет, и пятна у вас жирные так и останутся. Что ж, друзья, подводя итог, я бы вам посоветовал воспользоваться этим методом мытья пластинок. Отпишитесь в комментариях, те, кто пользовался. Кстати, реально много людей пользуются этим методом. В общем-то, жалоб никаких я от людей не слышал. К тому же, учитывайте тот факт, что это достаточно бюджетный вариант для мытья пластинок. То есть, не надо особо ни во что вкладываться. Купите помазок, кстати, помазок обязательно купите из натурального ворса. Купите гель для душа и синтетическую замшу для вытирания. Ну и, конечно же, друзья, имейте в виду, что способов мытья пластинок очень и очень много. Делитесь своими методами мытья в комментариях, мне будет тоже интересно почитать. Впрочем, как я думаю и всем остальным. А у меня на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите ваши комментарии. Счастливо!